Сегодня для трейдеров все будет зависеть от содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Сам же уровень безработицы должен остаться неизменным, а вот вне сельского хозяйства может быть создано всего лишь 190 тысяч новых рабочих мест. И это еще самый оптимистичный прогноз. И этого количества недостаточно для дальнейшего поддержания стабильности рынка труда. Иными словами, возрастает потенциал дальнейшего роста уровня безработицы, причем уже в ближайшем будущем, что, естественно, будет играть против доллара. Но на графике мы пока видим боковик настораживает то, что в течение этой недели, когда был довольно большой массив важных макроэкономических публикаций, котировка евро-доллар так и не вырвалась за пределы прежнего диапазона. Возможно, данные по занятости в США принесут сюрприз, а может быть и нет. Так что единственное, что остается инвесторам сегодня – ждать публикации, а потом наблюдать за действиями спекулянтов и анализировать дальнейший ход для построения прибыльной торговой стратегии. Субтитры создавал DimaTorzok